Дружеский визит закончился огнестрельным ранением. В поселке Искатели сегодня прогремели выстрелы, и это вовсе не учение. С ружьем в руках пьяный мужчина закрылся у себя в квартире, а к месту ЧП были направлены все спецслужбы региона. Чем все закончилось, расскажет Владимир Рожин. Монтажников 12. Казалось бы, тихий и спокойный дом, но буквально несколько минут назад здесь было огромное количество спецслужб. По предварительной информации, именно в этом подъезде производилась стрельба. Все произошло в третьем подъезде. Тревожный вызов в дежурную часть полиции поступил примерно в 9 часов утра. Звонили испуганные жильцы этого дома. В сообщении говорилось об одном. В подъезде слышны выстрелы. Через некоторое время прибыли машины спецслужбы МВД и МЧС. Территория вокруг дома была отцеплена. Алина Вуючейская проживает здесь порядка 9 лет, и по ее словам, подобный инцидент случился впервые. Мы вот утром поехали кататься на великах, где-то часов в 9 было все спокойно. Возвращаемся, тут куча полицейских, пожарных. Вообще, на самом деле, мы в шоке, что в нашем доме такое произошло, потому что дом достаточно спокойный, все жильцы адекватные, и вот никогда никаких прецедентов подобных не было. Уже позже появились подобности произошедшего. Как оказалось, изрядно выпишивая мужчину, решил навестить его товарищ. Но вместо того, чтобы открыть дверь, хозяин квартиры открыл огонь. По предварительным данным, в квартире закрылся мужчина, 80-го года рождения, с находящимся у него оружием. И он находится в состоянии алкогольного опьянения. И его знакомый, когда пришел проверять его, как он себя чувствует, через железную дверь произвел выстрел и ранил своего знакомого. В результате чего он госпитализирован для оказания медицинской помощи. Операция по захвату пьяного стрелка длилась порядка двух часов. Все это время мужчина оставался в закрытой квартире. Для того, чтобы выудить злоумышленника, полицейские привлекли психолога. И уже около 11 утра искательского дебошира обезвредили. Сейчас нарушитель порядка взят под стражу. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Владимир Рожин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.